Я нахожусь под арестом с апреля прошлого года. В начале июня мне было предъявлено обвинение, и с тех пор я обвиняемый. Это слово я вижу в документах, им я подписываю заявление. Так обращается ко мне тюремное начальство. Обвиняемый – это мой новый социальный статус на протяжении последних девяти месяцев. Обвинение в совершении тяжкого преступления может стать серьезной ношей. В тюрьме я встречал людей, пусть и немногих, которых гложет чувство вины за содеянное, однако мне в этом смысле просто. Все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно, а статьи, по которым я судят, в принципе не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно. Я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах. Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении фейков, сконструировало один большой фейк. Буквально все обвинительное заключение от первого и до последнего слова противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение о фактах нашло множество подтверждений. Так что ни о каком чувстве вины в рамках настоящего дела речи идти не может. Жизнь, однако, гораздо сложнее сфабрикованного уголовного дела. Год назад начали происходить события, повергшие мир в шок. За считанные дни разрушились устои жизни, казавшиеся нам незыблемыми. Самые страшные картины сошли со страниц учебников истории, возродив кошмары давно минувших лет и отгремевших войн. Не имея возможности остановить эту длящуюся трагедию, десятки миллионов россиян столкнулись с гнетущим чувством вины. Это нормальная реакция на чудовищно ненормальную ситуацию, в которой мы все оказались. Если вы чувствуете вину, это значит, что у вас есть совесть. Это значит, что вы не можете без боли в сердце видеть страдания невинных людей, что вы способны сопереживать чужому горе. Кроме того, чувство вины за действие своей страны невозможно без ощущения сопричастности. Это значит, что независимо от того, где вы сейчас находитесь, вы сохраняете эмоциональную связь с Родиной, вы осознаете себя гражданином России и переживаете за ее судьбу. Вы, мы с вами и есть настоящие патриоты России в истинном смысле этого слова. Мы любим свою страну и потому нам особенно больно и стыдно за то, что от ее имени ведется эта бесчеловечная война. Однако важно помнить, что чувство вины, которое мы не можем не испытывать, и рационально само по себе. Ведь на самом деле нашей вины в происходящем нет. Вина на тех, кто развязал и ведет эту войну, кто раздает и исполняет преступные приказы, кто творит бесчинство на чужой земле, а также на тех, кто потворствует этим преступлениям, проводя репрессии против России и собственного народа, вызывая атмосферу страха и нетерпимости. Мы же, напротив, хотим жить в свободной и мирной стране, хотим лучшего будущего для самих себя и своих соседей. Чтобы наши надежды сбылись от пассивного чувства вины, направленного в прошлое, нам надо стремиться к осознанию собственной гражданской ответственности, от сожалений о произошедшем переходить к решению существующих проблем и планам на будущее. Да, прямо сейчас мы не способны остановить войну, но это не значит, что мы бессильны. Я хочу, чтобы каждый из вас задумался, что может сделать лично он. Ответ «ничего» не принимается. Во-первых, если вы не оказались на стороне подлецов, если остались верны себе, сохранили рассудок и не впали в уныние, если вы слышите сейчас меня или читаете этот текст, это уже гораздо больше, чем ничего. А во-вторых, что-то могу делать и делаю. Даже я. Я продолжаю говорить, донося до людей правду о происходящих событиях. Я использую этот судебный процесс как трибуну для публичного антивоенного высказывания. Я, в меру своих сил, помогаю тем, кто за свою гражданскую позицию оказался со мной по одну сторону решетки. У вас же есть гораздо больше возможностей действовать сегодня ради нашего общего лучшего завтра. Наша беда – неумение проявлять инициативу и находить единомышленников. Мы привыкли следовать за лидерами и ждать указаний. Не ждите, действуйте. Становитесь волонтерами, помогайте беженцам, поддерживайте политзаключенных, формируйте горизонтальные связи, знакомьтесь со своими соседями, с коллегами, с однокурсниками и взаимодействуйте друг с другом ради достижения общих целей. Не проходите мимо, когда кому-то нужна ваша помощь. Делайте этот мир лучше для нас и для наших детей. Мы любим повторять как мантру слова «Россия будет свободной». Но Россия – это мы сами. И какой она будет, зависит только от нас. Война неизбежно закончится, а следом прекратит свое существование и развязавший ее режим. Таков закон истории. А нам предстоит большая работа, начинать которую надо уже сейчас. В этой работе я верю. Мы обречены на успех. Россия будет свободной, потому что такой сделаем ее мы.